Друзья, сегодня, как обычно, по традиции, в это время года, мы с вами отправимся в горы, чтобы собирать черемшу. Посмотрим, как ее готовят и постараемся ответить на вопрос, зачем чеченцы ее собирают в это время года. На часах 5 утра, и мы ждем транспорт, который доставит нас туда, где нет дорог. В нашем случае это Урал. Именно на таких вездеходах и ездят люди, отправляющиеся в горы за чеченским подснежником. Карета подана, господа. Я рассчитывал, что будет закрытая машина. Извини, как получилось, извини. Подстава. Думаю, ребята уже в шоке, ведь впереди у них часовая грязка в кузове этого грузовика. Сюда, сюда его, обратно. Отправимся мы в место под названием Букус, маршрута которого необычайно красив в любое время года. Со мной приехали ребята. Которые откликнулись на мой пост в инстаграме, где я предлагал всем желающим поехать вместе с нами в горы. В первую очередь насладиться атмосферой вокруг и посмотреть, как собирают черныши. Так, а это наши новички сегодня. Наши юные гонкисты. Адам, собирал когда-нибудь черныши? Нет, не проразилось. Какие у тебя ожидания? Да, довольно классно было сюда ехать. Ехать? Да. Так все только начинается. Еще должны подняться. Посмотрим дальше. Увидим. Давай. Мы будем наблюдать за тобой. Я слежу за тобой. Хорошо, давай. Так, Азлан, ты что скажешь? Погоня за новыми ощущениями. Открываем новое что-то для себя. Ты вообще был до этого в горах? Казино. Казино? В Шербине. Мой выпуск посмотрел, поехал. Я, имею в виду, так в поход ходил куда-нибудь? Нет? Первый раз. Ну, сегодня лучший день в твоей жизни будет. Конце дня узнаем. А это наш водитель Ильяс, который привез нас сегодня в горы. Ильяс, часто вы так выбираетесь? Ну, а в зимнее время. Три раза примерно. В зимнее время. Три раза за зиму? А, да. Три раза. Потому что клиентов у вас мало или почему? Или вы не занимаетесь этим? Единственное, вот, лечь у нас клиент стабильный. Он попросил, короче, и все, в любое время он 24 часа, сутки, короче. Он старик, он не хочет признать, что старик. Сорок лет уже. А вот, молодежь, вот, молодежь, 25, 26, 27. И что же, не ухо за? Ну, я имею в виду, это не ваша работа, да, что не занимаетесь. Нет, 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 так попросили, так по-братски, короче. В общем, приехал. Я думал, просто ездят те, кто собирает людей так по селу. Нет, 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 такого, нет. Все пока это. Ты ходил на природу с другими людьми, оправдывайся. Не поли меня. Меня разоблачили. С возвращением, Апти. Прошу понять и прости. С возвращением. Спасибо. Я рад, что я вернулся. Что было-то, я не понял. Я говорю, почему его не было долго на канале? Почему не было, кстати? У меня тоже такое оказывается. Я с другими в походы ходил. Просто я изменял этому каналу. Так я уже прошу понять, простить, уже попросил прощения. Все, что вы делали, давай. Напишите в комментариях, если вы простили его. Так, моя первая группа отправляется в путь. Чувствую ответственность за них. Я, как педагог, сейчас за своих детей переживать буду. Как вам вид сверху? Я хочу подойти на 3 метра. Шикарно, Виль. Это пажао. Вот эта картинка у тебя может остаться в памяти на всю жизнь. Конечно, конечно. Жень, ты ради этой картинки прилетел на победе. Да, я прилетел на победе. Ради этого. Ради этого, конечно. Чем посмотреть 34-х видео, лучше посмотреть на это. Ты понял, что он сказал? Чем ходить в торговые центры европейские и прочее, лучше смотреть это. Чем лучше прилететь и посмотреть своими глазами, потратить какие-то там небольшие деньги, чем 30 часов смотреть какой-то фильм или... Что за фильм ты 30 часов смотрел? 30 часов фильм. Сериал. Турецкий сериал. Как они называются там? Который в это... Паша там. Я не знаю, я не смотрю. К нам подниматься, еще подниматься. Ох, алёк, швогюшон. Так что, жмите лайк, пожалуйста. От души. Устал? А? Да нет. Чуть-чуть. Дыхания не хватает, а так... Бодрость сейчас. Помнишь, когда мы первый раз сюда ходили, ты говорил, что ты после этого похода влюбился в движение? Это место как раз? Тебе до сих пор есть эта страсть? Конечно. А? Иначе у меня здесь не было бы. Наткнулись вот на такую беседку здесь в лесу. Их здесь строят люди, которые ездят собирать черемшу. Какой-то здесь в себе базовый лагерь создают, возле которого они оставляют свои вещи, обедают, отдыхают, пьют чай, согреваются зимой у костра. Так, как обычно это бывает при наших поездках в горах, когда мы доходим до какой-то точки и хотим разбить там лагерь, нам сначала нужно там убрать мусор за людьми, которые были здесь до нас. Почему-то это так сложно, забрать за собой свой же мусор, который сюда мы приносим. Печальная картина. Прям хорошая мусорка. Так, черемша. Как ее еще называют по-другому? Колба. Хонг по-чеченски. Вот так он выглядит. В это время года мы ее собираем здесь. Обычно многие в комментариях под предыдущим выпуском и писали, что они под конец весны, только когда она расцветает, ее употребляют в пищу. Но у нас в Чечне и еще в некоторых республиках на Кавказе, в Ингушетии 100%. Насчет остальных не уверен, но ее тоже употребляют в таком виде. Это уже как таковой национальный продукт, можно сказать, национальное блюдо. Черемша. Многие спрашивают, на что похоже черемша на вкус. Знаете, это что-то между чесноком и луком. Если вот связать эти оба вкуса, не может быть, будет похоже, если попытаться описать для тех, кто не пробовал. Вот он, вот он наш, чеченский алмаз. Готовый, я все. Саламу, ну что, как тебе? Да, нормально. Нож удобный? Да. Маленьким не лучше было бы? Хочешь, я тебе дам, у меня есть маленький? Да, что? Да, да. И что есть? Да, пойдет. Для первого раза. Сколько ты уже собрал? Ну вот, как раз, на один укус. Ты вообще любишь черемшу? Да, очень. Теперь ты знаешь, откуда она берется. Вот в Течне, в очень многих горных районах ее собирают, и я заметил такую, такую вещь, что у него острота разная бывает. Я, правда, не знаю, с чем это связано. Может, быть, даже просто мне кажется, да, это... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, это, кстати, Женя. Он прилетел из Москвы специально, чтобы пойти с нами в поход на один день. Да. Посмотреть, как местные жители собирают черемшу, потому что местная черемша, горная, она вся полезная, но первая, самая витаминная, и для человека, который прошел зиму, да, где-то витаминоз, где-то что-то. Ты ее кушаешь и сразу получаешь витамин. Да. А как тебе вообще первое впечатление от вообще вывозки этой в горы? Ну, в горах не первый раз. Вот, в горах не первый раз, но здесь первый, поэтому... В Чечне ты тоже первый раз? Первый раз, да. Первый раз. Приехал на один день. Пока все нормально? Чтобы познакомиться с вами. Пока да. Давай. Пока утро, вечером другое видео снимем. Спрошу попозже, что-то изменилось или нет. Ваши отношения. Пацаны, жаль говорить, но мы заблудились. Просто я вам не хотел говорить. Две три дня? Ты молчал? Две три дня. Два дыма. Два дыма. Два дыма. Что, мы черемшу не почистим, что ли? Черемшу мы собрали, сейчас надо ее почистить. Обратно спустились по этому крутому склону, по которому поднимались. Наш юный, Асан, нам помогает в этом. Асан, где? Адет. Давай. Я сделаю это сам. Так, это то, что я нарвал. Это то, что нарвал Асан. Надо это все собрать. Одну кучу. Ну, это подобные подружки. Сейчас, чтоare нормальная. Ты, белая, adas! Ухунası не было, orgasму, это то, что. Номер нет, это главное. Просто ледяная вода. Я не понимаю, как мы ее проходили вброд, где-то позапрошлым годом это было. Надо слить грязную воду, не без потерь это происходит, правда. О, давай, жалко такой выпускать. Скажи, сколько земли уходит вместе с водой. Вот так в основном и бывает. Когда ты на рынке покупаешь черемшу, там ровно половина это обувка и земля. Больше половины. Где-то больше половины, это смотря как кто собирает. Некоторые собирают на совесть, некоторые собирают немножко с землей, чтобы килограммов добавить. А мы собрали как попало. Настало самое интересное и самое нелюбимое занятие всех, кто ходит за черемшей, это ее чистить. Носа броскаешь, но как правильно это делать? Из своего опыта. Первый раз. Вот ножки. Все. Да, все тут как бы очень просто, технология простая. Нужно просто отсоединить башмачок от самого ростка. Но это очень мелкая и кропотливая работа, поэтому это будет происходить очень долго, если мы ему не поможем. Заступаю на смену. Ты обрываешь, да, вот эту штучку? Ножку. Да, просто. Да, вот. Это зачем нам оптишь? Хочешь разрубить его или для чего? Две такие поставить, у костра две поставить и на нее подвесить. На них положить палку, подвесить костюню. Чем вот эти колочки забивать? Давай, давай. Теперь тебе надо два одинаковых пенька найти. Там есть еще один. Тот такой же? Примерно. Все, это уже последняя стадия. Сейчас мы последний раз ее постираем. Хе-хе-хе. Вода нам понадобится? Ага. Еще. Помоем, в общем, нашу черемшу. Ага. Не так удобно, как дома, правда. Ага. И дальше Бешта будет готовить своим интересным методом, или обычным, стандартным? Как ты его? Обычным? Я так и хотел. Можешь ты готовить? Да не, лучше ты. У меня не особо хорошо получается. Ага. Потом все высмеют в комментариях, как было с рыбой. Ага. Ага. Я со стороны снял. Вот зрители. Вот как тема. Ну, они немножко некомфортно-то. Потому что зрители реально... Ну, они первый раз за черемшой мало. Им интересно. Столько внимания. На какой-то... Передать. Самое сложное достается мне. Вот так. Все, кот. Такс. Надо подать еще жару. Мне кажется. А, мы же не... Это самое. Ты воду налил? Наливай. Сначала воду немножко налей, потушим. Чисто горная вода. Речки. Что я думал? Теремша потушилась. Уже минут 10 тушится. Сейчас накидываем сливочное масло. Ой. Кубиками. Нарезаем кубиками. И вот. Посолить еще надо, да? Да. Посолить надо еще. Чуть не забыл. Да. Ужал. Вывал. Там украли. На золой. Да. Он дал. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok